Ежегодный семинар для людей с ограниченными возможностями здоровья в Алекминском районе в этот раз провели иначе. Для участников организовали встречу с предпринимателем, который ведет свой бизнес, несмотря на ограничения. В нашем городе есть работа на те трудности, конечно. Такими были слова Эдуарда в самом начале. Ну а затем? Это была, наверное, самая необычная встреча для Ирины Эдуарда. За чашкой чая разговаривали о самом главном для каждого участника, о жизни. О том, как выстроить ее, если поворот судьбы вывел ее, казалось бы, в тупик. Главное – не сдаваться. Бороться, убеждены Виктор Рудольфович и его жена. Он был столиком, у него, видимо, на фабрике работала кровавая кисть. И он что-то сделал. Он заказал себе на руку специальное приспособление и на нее одевал ножовку, эти отвертки всякие приспособления ему сделали. И вот они делали первую, помню, мебель. У меня тогда магазин был, я их не мебелью торговал. Сегодня быть в курсе событий намного проще. Современные гаджеты не только для того, чтобы в WhatsApp обсуждать или жаловаться. Это интернет, где можно найти все. Сейчас зашел в интернет, ты можешь общаться с институтами, с клиниками, общаться на форумах с такими же ребятами. Сам Виктор Рудольфович успешен в жизни, в бизнесе. Не все и всегда гладко, но для этого и надо уметь выстоять и бороться. Не все так гладко в бизнесе было. Да, были периоды тяжелые, но как-то выходили из ситуации. Молодец он у меня. В общем, не опускает руки никогда. В Алекминске есть сферы, где можно найти себя. Точек для развития много. Он уверен, фраза ограниченной возможности неверна и неприменима. И доказал это своей жизнью. Никакой семинар не смог бы лучше объяснить этим молодым людям, также имеющим свои проблемы, как можно повернуть свою судьбу в свою сторону. При встрече я не думал, что человек в таком лежачем состоянии. У него такая энергетика, сила его объяснила. Сразу все же почувствовали. Главное, что он сказал? Забыть. Забыть боли, ничего не думать, не стоять в очередях, то, что надо делать, подвигаться. Но это да, дает таким вот, как молодым, так-то вот силу, поддержку. Впечатления очень хорошие. И в дальнейшем, я думаю, что то, что он нам советы давал, получается воспользоваться обязательно хочу.